Субтитры подогнал «Симон» Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой» в студии Тимофей Обухов. Телефон прямого эфира 379-6570, код города Екатеринбурга 343. И сегодня в гостях я рад приветствовать Ирея Владислава Мусихина, настоятеля храма во имя всех святых на Северном кладбище в городе Екатеринбурге, преподавателя Екатеринбургской духовной семинарии по предмету «История русской церкви XX века». Батюшка, здравствуйте! Добрый вечер! Благословите наши телезрители! Господь да благословит всех вас! Батюшка, темой нашей беседы сегодняшней станет хрущевские гонения. Дело в том, что в 2014 году, исполняется как ровно 50 лет назад, Никита Сергеевич Хрущев был отстранен от всех занимаемых должностей. Ну и нам, людям православным, в том числе известен как человек, как инициатор, точнее, тех гонений, которые претерпела русская православная церковь в те годы. Да, действительно, в этом году, а если быть точнее, 14 октября, исполняется 50 лет с момента отставки Никиты Сергеевича Хрущева от всех занимаемых их постов. День необычный. Мы знаем, что это день праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Я думаю, что, конечно же, властители тогдашней страны вовсе не приурочивали специально к этой дате эту отставку. Так получилось промыслительно. Но мы знаем, что Божья Матерь, она покровительница нашей земли, что русская земля часто называется одним из уделов Божьей Матери. И вот это произошло именно в праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Но если говорить о самих гонениях, то они продолжали в течение шести лет, с 1958 по 1964 годы, последние шесть лет правления Хрущева в СССР. И причина, ну, был целый комплекс причин, почему, значит, Хрущев, его ближайшее окружение, не только Хрущев, его ближайшее окружение инициировали эти гонения, преследования на Русскую Православную Церковь в это время. Ну, во-первых, нужно сказать, что на протяжении всей истории Советского Союза Русская Православная Церковь, да и, в общем-то, все другие религиозные организации, они преследовались так или иначе, они были, так скажем, нежелательными. Вот, и задача ставилась постепенное искоренение всяких религиозных вообще представлений, не только, значит, ликвидация институций религиозных, но и искоренение всех религиозных представлений, верований. Вот, и мы знаем, что на протяжении всех 70 лет эта задача с повестки дня не снималась, просто были времена более спокойные, когда все шло своим чередом, была антирелигиозная пропаганда, атеистическое воспитание с детского возраста, вот, ограничение деятельности религиозных организаций, ну и как бы на этом все. А были периоды, когда усиливалось административное давление, репрессии, контроль всевозможной за деятельностью религиозных организаций. И вот одним из таких периодов, можно сказать, последним таким вот серьезным периодом преследований стали хрущевские гонения с 58-го по 64-е годы. Был целый комплекс причин, почему Хрущев, значит, поставил такую задачу в ближайшее время искоренения религии в стране. Дело в том, что, ну, одна из причин заключалась в том, что Никита Сергеевич был таким, можно сказать, романтиком-утопистом. Он искренне верил в возможность построения светлого коммунистического будущего, того самого коммунизма, который строили у нас на протяжении 70 лет, так и не построили, что возможен коммунистический рай на земле, когда вот не будет никаких товарно-денежных отношений, когда будет выцелиться всеобщее счастье и тому подобное. Но, согласно марксистско-ленинской идеологии, при коммунизме не может быть места никакой религии. То есть никаких церквей, никаких других религиозных организаций быть не может. Поэтому, поскольку ставилась задача форсированного строительства коммунизма к определенному сроку, ну, примерно вот к концу 70-х, начало 80-х годов планировалось закончить это так называемое строительство, то к этому же сроку и планировалось завершить борьбу с религией. То есть, всем известно, это часто знают даже люди, в общем, не очень хорошо знающие историю, но наслышаны о том, что Хрущев обещал показать по телевизору в 80-м году последнего советского попа. Это было, обещание дано в начале 60-х годов. То есть, это была конкретная цель, строительство коммунизма было связано одновременно и с борьбой с религией. Батюшка, ну а мы понимаем, что, глядя на телеканал «Союз» каждый день, что обещание так все-таки и не выполнил Никита Сергеевич. А у меня вот возникает вопрос. Вот у каждой гонений, у каждой гонений наверняка, да, есть какие-то свои особенности, да, свои черты, свой характер по тем или иным причинам. Наверняка вот у этих гонений тоже есть. Я предлагаю вам ответить чуть попозже на этот вопрос, потому что у нас есть первый звонок от телезрителей. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Валентина. Очень приятно. Откуда нам дозвонились? Из Ставрополя. Ставрополь. Ну что же, мы внимательно вас слушаем. Здравствуйте. Я хочу задать вопрос батюшке такой. Мне говорить, да? Да-да-да. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот почему в советское время было популярно такое выражение, что религия – это опиум для народа? Угу. Слушаю вас. Спасибо вам большое за вопрос. Ну, слышно плохо было. Я расслышал, что вот было популярное выражение «религия – опиум для народа». И в чём, собственно, вопрос. Почему оно такое популярное? Почему оно такое популярное? Почему? И почему вообще религию приравнивают к опиуму, дурманящему сознанию? Я прошу прощения, недавно простыл, иногда пропадает голос. Действительно, известное выражение. Принадлежит оно, по крайней мере, его произносил Владимир Ильич Ленин. Ну, просто вопрос у меня заключается ещё, наверное, и в том, что я помню из истории, как в том числе первая пятилетка, вторая пятилетка ставились такие задачи о том, что полностью уничтожить, полностью уничтожить религию. Полностью, в том числе христианскую религию, русскую православную церковь. Чуть ли не вот такая вот пятилетка по уничтожению, с тем, что стереть полностью из голов людей такие выражения, слова, как «бог». Ну, вот, что касается, да, вот выражения «религию опиум народа», действительно, может быть, доля истины в этом есть, потому что опиум он облегчает. Страдание, он действует как вот наркотическое вещество в болезнях, при сильной боли использовался раньше. И вот по мнению наших активистов антирелигиозных, вот и правителей страны безбожников, религия вот носила только такую функцию. Единственное, что народ жил плохо, тяжело в царское время, и религия нужна была только для того, чтобы вот облегчить как-то вот, даже не столько облегчить, сколько, ну, как-то временно вот оказать такую помощь людям психологическую, прежде всего, в их страданиях, в их скорбях, что они вот меньше страданий испытывали. Вот. Но, конечно же, мы, верующие люди, знаем, что это только лишь малая часть. Если мы, допустим, отвергнем Бога, отвергнем все наши, всю нашу веру, вот, в загробную жизнь и так далее, то тогда грош цена всем этим, так скажем, всему этому действию. Вот. Тогда это все, действительно, тогда обман, и, значит, и в таком случае, вот, безбожники, гонители, они были правы, когда так говорили, и этим самым обосновывали политику гонений на церковь. Вот. Но мы, верующие люди, знаем, что это не так. То есть каждый, действительно, верующий человек, он пережил опыт встречи с Богом, такой особый мистический опыт, который невозможно выразить, объяснить словами. Он твердо убежден, знает, что Бог есть. Вот. И этот опыт, он уже не может вычеркнуть его и забыть. То есть и эта память об этом, об этой встрече, она сохраняется у человека в любом случае навсегда. Даже если он вот по своим грехам, значит, как-то отойдет от Бога, от церкви и так далее, он не сможет стать уже полностью неверующим человеком. Потому что он пережил эту личную встречу с Богом. Вот. Но это я немножко отвлекся. Что касается вот того, что вы говорили, ставилась цель полного искоренения религии, так, чтобы имя Бога было забыто. Действительно, вот, особенно это характерно было для 20-30-х годов, в времени правления Ленина, потом Сталина, вот, был образован такой союз воинствующих безбожников в 20-х годах. Организация во всесоюзном масштабе, в которую максимально входило более 5,5 миллионов человек одновременно по всему Советскому Союзу. Это была огромная организация, которая занималась издательством литературы антирелигиозной, книг, журналов, опекала множество антирелигиозных театров, выставок, музеев и тому подобное. И в конце 1931 года была объявлена так называемая безбожная пятилетка. Это было бы вообще время пятилеток, да, мы знаем, пятилетку объявляло государство, власть. Вот, пятилетку объявили безбожники. И цель была в течение пяти лет добиться полного искоренения всех религий в Советском Союзе. Цель совершенно, задача совершенно утопическая, потому что надо было не только закрыть все храмы, уничтожить всех священников, вот, то есть уничтожить все институции церковные, но и как заявлялось, как декларировалось, что к 1 мая 1337 года имя Бога должно быть забыто на всей территории СССР. То есть даже память сама о Боге должна была быть полностью вытравлена, уничтожена, что, конечно же, совершенно невозможно. Можно было бы загнать церковь в катакомбы, вот, полностью уничтожить видимую легальную организацию, но уничтожить веру в любом случае было бы невозможно. Это прекрасно понимаю. Я предлагаю принять еще один телефонный звонок, а потом вы расскажете все-таки, чем уже закончилась эта пятилетка, каковы ее результаты, что осуществлялось в это время. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. У меня вопрос не совсем по хрущевскому времени, у меня вопрос по времени Николая Второго. Вот, батюшка, разъясните, пожалуйста, ведь Николай Второй еще в 904 году писал письмо Победоносцеву о том, что он желал бы проведения церковного собора, но тем временем прошло еще больше 10 лет, 17-18 год, прежде чем поместный собор состоялся. Вот, могли бы вы объяснить, так сказать, поведение, отношение царя к проведению поместного собора и задержка в проведении этого собора, могло ли оно так сильно отразиться на состоянии нашей России, в котором революцию потом мы, собственно говоря, и впали? Может быть, очень как-то скомканно, но вот меня интересует именно отношение самого царя Николая Второго, ведь он же был главой и главным. Спасибо за вопрос. Во-первых, я сразу скажу, что я не знаю о существовании такого письма в 304 году императора Николая Второго, оберпрокурору Синода Победоносцеву, который со стороны государства опекал русскую православную церковь. Вот я могу рассказать то, что я знаю. В 1605 году, когда произошла революция и принимались новые манифесты веротерпимости, государственные думы и так далее, проходили политические реформы, давалась свобода, очень широкая действительно свобода, многим религиозным организациям, не русской православной церкви, то есть старообрядцам, разным протестантам, мусульманам, иудеям и так далее. Русская православная церковь оставалась в прежнем положении, она была государственная, она была, конечно, самая массовая в стране, но она была подчинена государству. Если тем же мусульманам, старообрядцам надо было открыть свой молитвенный дом, какую-нибудь школу, больницу даже, то они могли просто уведомить об этом государственную власть и заниматься вот этой своей деятельностью. Русская православная церковь такой возможности не имела, и поэтому она полностью была зависима от государственной власти, при том, что власть, конечно, покровительствовала ей, но она была несвободна в своей внутренней деятельности. И возник вопрос о том, что русской православной церкви нужно тоже предоставить свободу. 200 с лишним лет, с момента воцарения Петра Алексеевича, Петра I, великого императора, церковь находилась в таком подчиненном положении. С момента учреждения Святейшего Синода в 1721 году эта ситуация почти на протяжении двух столетий сохранялась. И встал вопрос о том, что необходимо созвать Всероссийский Поместный Собор для того, чтобы решить там все накопившиеся за два столетия вопросы жизни русской православной церкви, ее отношения с государством, вот такое не совсем нормальное, которое в отношении двух веков было, внутренней жизни, и прахиальной, и приходской и так далее. И об этом стали писать императору, писал первенствующий член Святейшего Синода, то есть, по сути, председатель Синода, митрополит Антоний Ватковский. И государь отнесся к этому положительно. В целом, к идее Собора он отнесся положительно. Он сказал, да, действительно, идея хорошая, но сейчас не надо забывать, что еще шли, в общем-то, такие события смутные после революции Пятого года. И государь сказал, что не сейчас, а вот нужно подождать какое-то время. И оберпрокурор Победоносцев, он сам, надо сказать, был резким противником созыва Собора Поместного и восстановления патриаршества, то есть, тоже препятствовал. И он имел огромное влияние на государя. То есть, это влияние тоже нужно учитывать. Затем, в 2007 году, Синод снова обращался к императору с просьбой о созыве Собора в ближайшее время. Император вновь, уже, кстати говоря, Победоносова не было, он ушел в отставку. Император вновь отложил созыв Собора. По какой причине сказать сложно? Может быть, сказалась какая-то нерешительность государя, в общем-то, который порой имел место. И в итоге, потом, прошли годы, действовало два предсоборных органа по подготовке Собора. Предсоборное присутствие, затем предсоборное совещание. И в 2014 году предсоборное совещание заканчивало свою работу, но началась Первая мировая война. И Собор так и не был созван вплоть до революции 1917 года, до февральской революции, до отречения императора Николая II. Когда уже просто дальше откладывать было нельзя, потому что император, согласно коронационному акту императора Павла I 1797 года, являлся официально главой церкви. И после того, как император ушел с политической сцены, церковь оказалась фактически обезглавленной. И необходимо было срочно созывать собор для того, чтобы решать, прежде всего, вопрос о возглавлении церкви. И затем решать все те вопросы, которые поднимались еще в самом начале века. Вопросы об отношениях с государством и все вопросы внутренней жизни. Спасибо большое, батюшка, за такой развернутый ответ. А у нас очередной телефонный звонок от наших зрителей. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер, Вячеслав Ильич. У меня два вопроса. Один исторический. Я слышал, что в Троцком, по его инициативе вроде, где-то на Волге, или в Самаре, или в Саратове, был поставлен памятник Иуде. И потом вроде его снесли. Это во-первых вопрос. А второй вопрос, чисто богословский. Есть такое высказывание, что самое страшное гонение для церкви – это отсутствие гонения. То есть, Христос еще говорил, меня гнали, вас гнать будут. То есть, когда церковь сливается за государством, еще страшнее, чем какое-то гонение на нее. Как вы считаете? Спасибо за вопросы. Действительно, я тоже об этом слышал. Я вот так вот подробно не изучал историю возникновения памятника Иуде. Но действительно об этом слышал, встречал некоторые публикации, что был такой памятник. Насколько я знаю, он простоял недолго. Его потом снесли, потому что слишком это было как-то одиозно. Потому что памятник предателю все равно фигуре такой однозначно отрицательной в народном сознании. И это не добавляло авторитета власти в любом случае, постановка такого памятника. Что касается того, что гонения для церкви действительно приносят благо, ну, отчасти это действительно так, потому что гонения, они производят такое очистительное действие во многом. Во времена гонений, вот, при свете определяется, кто есть кто. Потому что, вот пока гонений нет, в церкви могут быть, как вот Господь говорит, волки в овечьей шкуре. То есть находиться в церкви формально, по каким-то своим, значит, по каким-то своим целям, не тем, которые, в общем-то, должен ставить перед собой христианин, действительно верующий человек, стремящийся ко спасению. Потому что это действительно человек грешный, падший, и люди случайные часто в церкви тоже могут оказываться. Вот. А гонения, они открывают кто есть кто. Потому что перед лицом гонений, когда стоит выбор или сохранение собственного положения, комфорта, благополучия, вот, или же преданность вере, Христу, церкви православной, то человек уже открывает, сков он есть на самом деле. Это мы действительно увидели, увидели с первых дней гонений 17-го года, когда очень многие священнослужители, которые, ну, не сказать, что там половина, но действительно многие священнослужители, определенный процент был, которые переставали служить, уходили, значит, сразу на какую-то мирскую работу, вот, иногда даже начинали активно сотрудничать с гонителями, переходить в их ряды, вступать даже вот в большевистскую партию. Такие случаи и были. Потом мы знаем, что в 22-м году возник обновленческий раскол, который был спровоцирован специально советскими спецслужбами с целью разрушения церкви. Были, в ходе проведения кампаний по изъятию церковных ценностей весной 22-го года, были выявлены наиболее лояльные к этой кампании, к этой акции священники, которые были обласканы, им были обещаны всевозможные, значит, поощрения, льготы, благополучие, комфорт. И они, вот, согласились, естественно, сотрудничать с властью, исполнять все распоряжения властей, вот, ни в чем не переча, вот, и захватили церковную власть, был арестован патриарх Тихон, они захватили патриаршую канцелярию, объявили, что теперь полнота власти в их руках. Вот, и только благодаря тому, что, благодаря преданности церковного народа, действительно, канонической церковной власти и устоям православной церкви, канонам, догматам, которые пытались реформировать эти обновленцы, почему они так и называются обновленцы, вот, этот раскол, он, в общем-то, захлебнулся, он не смог добиться тех целей, которые ставились. Но это тоже было. Что касается хрущевских гонений, вот, раз уж такой вопрос возник, можно рассказать о том, что в это время была такая целенаправленная, индивидуальная работа с каждым священником. Священников было уже не так много в стране, не так, как в 20-30-е годы. Вот, по всему Союзу было чуть более 10 тысяч священнослужителей, вот, причем большая часть из них служила на Украине. И с каждым священником встречался уполномоченный, представители КГБ, других организаций, которые, вот, уговаривали, и всячески, значит, как говорится, и кнутом, и пряником, уговаривали отказаться от сана, отречься, не просто отказаться от сана, она вообще отречься от Бога, от веры, от церкви, и вступить, так сказать, в ряды атеистов-антирелигиозников, то есть, которые ездят с лекциями по всей стране, и, вот, говорят о том, что Бога нет, и, вот, как они раньше, значит, сами заблуждались, обманывали людей. И, вот, на путь вот такого предательства удалось склонить, вот, из 10 тысяч около 200 священнослужителей, то есть, порядка двух процентов. То есть, это, с одной стороны, ну, как много или мало, тут судить сложно, но, вот, сам факт такой был. То есть, опять же, можно говорить о том, что гонения, они, это испытания, это испытания, не все это испытания выдерживают. Многие из тех, кто отреклись, они потом покаялись, они вернулись в церковь, а кто-то, наоборот, отчаялся совершенно и закончил, как Иуда, самоубийство. Случаи разные были, но никто, скажем, из тех, кто остался в таком положении, никто не, как бы, благополучную жизнь не завершил. То есть, они все прожили потом не так много лет. Вот самый известный, это Осипов, однофамилец нынешнего профессора Алексея Ильича Осипова, он не родственник его. Такой был Александр Осипов, профессор, протеерей Ленинградской духовной академии, который в 1959 году открыто отрекся от веры и протяжении нескольких лет был лектором атеистическим, но потом очень тяжело заболел, умер, по-моему, от рака в 1967 году. Батюшка, ну что же, кстати, насколько я помню, 1911 года рождения этот человек был. Есть у нас еще один телефонный звонок отец Владислава, и с вашего позволения, благословение, мы его принимаем. Здравствуйте. Вечер добрый. Вам звонят из Ставропольского края. Вот у меня такого рода вопрос. Когда идут политические распри, как правило, борьба за власть, это понятно. Но почему всегда в это росло, в первую очередь, попадает тема особенно христианская, религиозная и особенно христианская? Ну далеко даже не надо ходить, вот сегодняшний день, Сирия, Украина и так далее. Вплоть до того, что монахи берут, как мы знаем, берут в плен. Ну это такой вот нонсенс реальный. Что людей занимает? Или не ведает, что творят, или лукавы здесь. Вот в данном случае даже Киев, Украина, так сказать, флаг тоже подняли на христианство. Что является основой вот таких вот умозаключений политиков, которые, как правило, не являются верующими? Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну вот наша слушательница, она отчасти сама ответила в своем вопросе, что действительно люди не ведут, что творят. Слова Спасителя сказаны о своих распинателях, да? Вот, и что лукавый искушает. Вот, ну, также это, вот, конечно, является свидетельством того, что религиозная составляющая является очень важной в нашей жизни. Вот, она определяет во многом смыслы нашей жизни. И религиозная составляющая может быть вот положительной, благой, как вот в христианской вере, да? А может быть перевернутой с ног на голову, когда человек под своими какими-то религиозными убеждениями начинает фактически служить злу, оправдывая их вот всеми религиозными убеждениями, как, например, исламские террористы, которые вот в Сирии, значит, берут в заложники людей, убивают их, веря в то, что они служат Богу. И мы вспомним, что сам Господь в Евангелии сказал, что наступает день, когда всякий убивающий вас будет думать о том, что он тем самым служит Богу. То есть это действительно происходило в истории, это происходит и, к сожалению, будет происходить. Вот, поэтому, конечно, очень важно правильное религиозное воспитание. Вот. Ни одна мировая религия не учит злу, не учит тому, что нужно убивать других людей во имя своих каких-то убеждений. Это всё искажение, извращение религии. Вот. И когда вот всё переворачивается в так с ног на голову, человек, служа на самом деле уже фактически сатане, дьяволу, врагу рода человеческого, думает, что он продолжает служить Богу. Мы это видим, как я сказал, в Сирии, был вопрос о ней и в других местах. Вообще, вот согласно статистике, вот христианство остаётся самой гонимой религией в мире в настоящее время. Вот. Вот был вопрос о том, что, может быть, лучше для христианства, когда оно гонимо. Ну, вот Господь предрекал гонения, и апостол Павел сказал, что все, хотящие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Об этом нужно всегда помнить. Это касается всех и во все времена, даже если мы живём, допустим, внешне в благополучном обществе, в котором нет никаких гонений, или вот люди жили вот в православной стране в России, дореволюционной, вот, но каждый действительно благочестивый человек, стремящийся к спасению, так или иначе будут испытывать какие-то притеснения, которые возбуждаются врагом рода человеческого дьявола. Вот. Люди даже сами того не осознаваясь, они сами не ведут такой образ жизни, они под действием, под каким-то искушением от лукавого начинают действовать, вот, могут действовать против этого человека. Вот. А клеветать его, может быть, даже неосознанно когда-то, вот, ещё какие-то действия совершать. Это действительно происходит. Вот так вот. Спасибо большое, батюшка. Вновь развернутый ответ. А у нас опять телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут, откуда нам дозвонились? Мы вам дозвонились из Карелии, зовут меня... Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Левтина, я звоню вам из Карелии. У меня вот такой вопрос. Мне 61 год, и дело в том, что меня крестили дома, без батюшки, естественно, и без крёстного. Я бы хотела знать. Это были вот именно хрущёвские времена. И я бы хотела знать, нужно ли снова креститься, или это будет как бы... Ну, понятен вопрос, в общем-то, частый достаточно вопрос. Действительно, ещё много людей, переживших то время, когда, вот, действительно, вот к этому вопросу можно было бы что ещё рассказать, что вот в хрущёвские гонения полностью, значит, от церкви были отлучены дети. Абсолютно. То есть в большинстве епархий просто строго-настрого запрещалось пускать детей в храмы. То есть уполномоченными, властями местными, с угрозами епископу, священникам не разрешалось пускать. И поскольку священник сам, конечно, не будет выполнять такое беззаконное требование, ставили буквально у ворот храмов милиционеров, которые... Не так много было храмов уже действующих, можно было выделить, в принципе, при желании к каждому храму представителя правопорядка, который просто не пускал несовершеннолетних молодых людей в храм. И, конечно, в этих условиях очень сложно было вот просто даже ребёнка покрестить, младенчика. Вот он родился тоже, естественно, маму не пускали в церковь. И, кроме того, была даже опасность лишения родительских прав родителей, которые приобщают детей к церкви. Были такие случаи, реально, значит, и такие угрозы звучали самых высоких трибун, что родители могут быть лишены прав на своих детей, поскольку эти права государством им и дарованы. Всё принадлежит государству. И ребёнок, он тоже, прежде всего, значит, советский гражданин, который должен быть воспитан в атеизме, а не в религиозном маркобесии, как тогда это называлось. Поэтому, конечно, покрестить было очень тяжело ребёнка. И крестили, ну, мы знаем, что по нужде, в силу обстоятельств, крестить может любой православный христианин, крещёный, хоть мужчина, хоть женщина, дома, с погружением троекратным в воду, с крещальной формулой. Крещается раб Божий, называется имя во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа, аминь. Вот. И это уже крещение. Но, конечно, это крещение нужно дополнить теми молитвами, которые совершаются в храме священникам во время крещения. Самое главное — дополнить таинство миропомазания, которое совершается обычно вместе с таинством крещения, сразу же вслед за этим таинством. Поэтому нужно обязательно прийти в храм Божий, вот, и рассказать вот эту историю, и попросить, чтобы вас, вам дополнили то крещение, которое над вами было совершено, потому что без этого нельзя приступать к другим таинствам, нельзя, прежде всего, исповедоваться и причащаться, вот, нужно обязательно пройти миропомазание. Батюшка, ну вот у нас есть очень интересный вопрос, на самом деле, от наших зрителей. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Валентина. Валентина, очень приятно. Откуда нам дозвонились? Каменско-Уральский. Каменско-Уральский на связи. Ну что же, Валентина, задавайте свой вопрос. В Ивангеле сказано, чтобы прощать врагов своих. Почему же тогда у нас посреди страны на Красной площади лежит до сих пор чучело Ленина? Почему нельзя его по-христиански похоронить? Все бы страны сбросили бы на это дело. Спасибо большое. То есть, я понял вопрос, почему не захоранивают Ленина, да? Почему не захоранивают? Ну, это вопрос, конечно же, не к церкви. Насколько я знаю, святейший патриарх и ранее Алексей II, и нынешний патриарх Кирилл неоднократно говорили о необходимости захоронения Владимира Ильича Ленина, нормального, естественного захоронения, но, как говорится, по-христиански это не совсем понятно, потому что человек сам христианство отверг, и не знаю, насколько ему было бы, но все-таки душа его, мы знаем, жива, человек не исчезает. Как сказал один известный священник, умереть нам не удастся, и насколько ему было бы приятно вот это христианское захоронение, если он ненавидел церковь, ведь мы же не нарушаем свободы воли человека. Здесь дело не в том, что, не в самом факте прощения, то есть Господь всех прощает. Нужно ли человеку это прощение, нужно ли ему вот это вот действие, тут уже другой вопрос. Ну, конечно же, наверное, целесообразно было бы провести такой акт, захоронить тело Владимира Ильича Ленина, но этот вопрос, он, конечно, во многом политический, и, насколько я знаю, наше государство не решается это сделать, пока очень много у нас людей с коммунистическими убеждениями, для которых Ленин – это, как говорится, наше все, и, возможно, боятся какого-то социального взрыва, недовольства, волнений, и эти опасения, я думаю, они оправданы. И, ну, я не считаю, что нужно сейчас во что бы то ни стало, вот, не считая ни с чем и ни с кем добиваться, в ближайшее время его захоронить. Ну, наступит время, захоронят его, вот, и как бы, ну, я не знаю, я вот не вижу лично в этом какой-то большой такой проблемы сейчас. Конечно, вот я, значит, тоже считаю, что нужно захоронить, и, как я сказал, патриарх неоднократно об этом говорил. А когда это будет сделано, это уже будет решать государство наше. Да, спасибо большое, отец Владислав. Ну, вот вы знаете, во время нашего разговора у меня много самых разных и очень таких интересных вопросов возникло в голове. Но, к примеру, один из них, когда вы сказали о том, что окружение Никиты Сергеевича, в том числе и он сам, люди, которые хотели вот построить некую утопию, некое такое вот возвращение к ленинизму, к тому идеальному какому-то миру, в котором нет места религии, нет этой дурманящей голов православия. Так вот, у меня возникает вопрос, а вот люди, которые были у власти, окружение Никиты Сергеевича, в том числе и он, неужели они не претерпели встречу с Богом в своей жизни? Ну, вопрос интересный, мы этого, конечно, не можем знать, это происходит не на глазах людей, то есть, видимо, они не пережили этой встречи, я думаю. Может быть, кто-то и пережил, а потом, ну вот, подобно, опять же, вот уже упоминаемый сегодня не раз Иуде, предателю отошел от Бога, от церкви и потом сознательно боролся. Вот многие вот думают, рассуждают так, что если человек, вот он узнал Бога, пришел к нему, он уже не может стать плохим, не может стать гонителем, борцом, богоборцем. Но это не так. Мы знаем, что бесы, тоже личностные существа, которые прекрасно знают, что Бог есть, они с ним сознательно всё своё существование борются. Вот. И как говорит апостол, что и бесы веруют, и трепещут, то есть, они знают, что Бог есть, они с ним сознательно борются. Вот. Я думаю, что такое может быть и в жизни человека, такая трагедия духовная совершится, когда человек сознательно начинает бороться с Богом, понимая, что вот он есть, вот не может отрицать какие-то очевидные, может быть, вещи, какие-то чудеса совершённые, совершившиеся, которых он слышал, знал, может быть, сам был свидетелем. Вот. И какие-то события в своей жизни, которые иначе как-то объяснить нельзя, но при этом вот он сознательно продолжает своё богоборчество. Это, к сожалению, свидетельство того же, наверное, степени развращённости человека, испорченности. Потому что все мы больны, все мы несем вот эту падшую природу, испорченную грехом в той или иной степени. И у кого-то это вот действительно в большей степени проявляется. То есть человек, если он не борется, если он не прилагает усилий, не кается, не пытается исправляться, может постепенно дойти, вот, как говорили святые отцы, до дьявола подобного состояния. До такого может человек дойти, в принципе. Вот. И, ну, и всё может быть. Вот. Мы знаем, что антихрист, который будет в последние времена, вот тут антихрист, о котором говорит священное писание, но ведь тоже будет сознательным противником Божиим. Ну, вот так вот. У меня ещё один возникает вопрос, дорогой батюшка. А ведь люди, которые непосредственно прикладывали усилия, ну, в кавычках, трудились на поприще борьбы с православной церковью, с религией, с верующими людьми, ведь, по факту, они совершали большие-большие грехи. А вот эти грехи, которые, может быть, просто поправьте меня, если я не прав, за них придётся отвечать последующим поколениям, их детям, их внукам, ныне живущим? Ну, здесь нельзя вот однозначно сказать. Мы, конечно, знаем из священного писания, вот, прежде всего, Ветхого Завета, где говорится о том, что грехи отцов будут отражаться на детях до четвёртого поколения, что Господь будет наказывать. Ну, это вот образно, потому что человек всё-таки, значит, сын за отца не отвечает непосредственно за его грехи, но те, вот та испорченность, которую человек нёс на себя, она всё равно, так или иначе, генетически она передаётся. То есть мы все от Адама и Евы несем на себе вот эту испорченную грехом природу. Если человек был наиболее склонен к какому-то греху, например, вот, ну, даже знаем мы из медицины, что человек страдал алкоголизмом глубоким, то к нему, к этому алкоголизму склонны его дети, так или иначе. То есть им лучше, конечно, воздерживаться от употребления спиртных напитков, потому что они более склонны к алкоголизму. Вот, поэтому, конечно, если, значит, в предках были люди, такие жестокие гонители, убийцы, занимавшие, были бы в расстрельных командах, может быть, и так далее, и человек об этом знает, конечно, было бы хорошо, если этот человек не просто будет об этом знать, если он будет жить христианской жизнью, вот, и будет ходить на исповедь, на причастие, будет об этом помнить, вот. И прежде всего, вот мы можем чем помочь этим своим предкам? В своей собственной жизнью христианской. То есть даже не столько, вот, может быть, молитвой за них, потому что они сознательно были безбожниками, насколько вот собственной христианской жизнью, потому что, ну, действительно, есть много таких свидетельств, когда человек, значит, собственной, может, святой, праведной жизнью вместе с собой, так скажем, приводил к Богу и людей, которые были родны ему по крови, но которые, вот, ну, не были, были далеки от Бога. Ну, здесь вопрос такой большой, об этом можно много рассуждать, может быть, я вот сейчас сформулировал, ну, не очень хорошо, вот, но смысл тот, что, вот, мы часто употребляем выражение преподобного Серафима Саровского, что «Стежи дух мирен, так тысячи вокруг тебя спасутся». Это имеет отношение не только, вот, непосредственно к нашей жизни сейчас, это имеет отношение даже и к нашим, к нашим родственникам, вот. Человек спасающийся, вот, он, может быть, не спасет, действительно, родственников, которые были богоборцами, но он, я думаю, вот, ну, это мое мнение, он облегчит их участь, в той или иной степени он поможет им, вот, в том мире. Но как-то об этом конкретно говорить очень сложно, и только Господь об этом знает. Спасибо большое, отец Владислав. Еще один телефонный звонок от наших зрителей. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут, откуда вы звоните? Я могу говорить? Меня зовут Ирина, я звоню из Санкт-Петербурга. Просто вот сейчас как-то, ну, как раз по теме вашего разговора, вот, ну, я, как бы, ну, живой представитель, вот, который, ну, жил вот в это времена, ну, мое детство пришлось на времена хрущевских гонений. И я очень хорошо, ну, как бы, по своей жизни знаю и вижу, как, вот, какую роль это сыграло в моей жизни. То есть, вот, я помню вот эту эмоциональную обработку детского сознания, когда какие-то рассказы по литературе, выставляющие, ну, просто, вот, я помню, там, рассказ о серебряном крестике, как бабушка задавила свою внучку, вот, веревочка эта от крестика. И я помню, что с того времени, вот, третьего класса, в моем сознании, ну, такое вот сформировалось отторжение, что вот Господь Бог и все, что с этим связано, и церковь, ну, это что-то такое страшное, темное, к этому нельзя прикасаться. Ну, вот, ну, вы как раз обсуждали тему вот эту, что, ну, как это проявляется, ну, наказывается Господом. То есть, я это хорошо вижу, как вот, ну, мои родители, которые, ну, стали сознательными коммунистами, и потом вот дети моих выросшие, у которых, ну, жизнь вся в страстях, и, казалось, в принципе, ну, искореженная. Вот у меня огромное количество, ну, родственников, там, двоюродные братья и сестры, ну, и вот братья этих моих, ну, тети, дяди. Я не знаю ни одной семьи, которая была примером счастливой жизни. И поэтому, ну, как бы долгое время это было вот такое, что, ну, это нормально, что у всех такая жизнь. Потом уже, когда стал взрослый, стал понимать, что вот это просто, вот оно проявление вот этого несчастья случившегося. Но даже сейчас, вот мне сейчас 56 лет, у меня двое детей, и я вижу, как мои дети, они не могут прийти к вере. Вот я только два года назад как начала воцерковляться, и вот Господь, я не знаю, какими Он путями меня вывел, конечно, это просто, ну, не сказать просто так, но я вот думаю о том, что, может быть, таких людей-то и немало, таких, как я. И как бы вот именно об этом, может быть, шире, ну, как бы, говориться и рассказывать, что вот эти вещи, вот так вот, когда делаются с людьми, они же приводят к таким страшным последствиям. Я вот даже не могу об этом спокойно говорить. Ну, вот личное свидетельство человека. Спасибо за вопрос. Вот личное свидетельство. И действительно, вот приходит осознание с возрастом, что без последствий ничего не проходит. Действительно, вот эти 70 лет, вот такой настойчивой, вот этой пропагандой атеистической, воспитания, этого всецелого вот такого воздействия на человека с целью вот убедить его в том, что религия – это только негатив, это только плохо и так далее, оно бесследно не проходит. Вот мы видим, вот четверть века уже ничего подобного не происходит, вот на государственном уровне, да, а очень много людей к церкви продолжают относиться с предубеждением, с большим. Несмотря на все усилия, несмотря на наши передачи, телеканал «Союз», только малая часть всего того, что церковь делает все эти годы, несмотря на все это, все равно отношения, стереотипы того времени, они живы. зачастую повторяют то, что вот говорили там не только при Хрущеве, еще в 20-е годы, какие-то глупые совершенно аргументы порой приводятся, вот, причем иногда людьми, в общем-то образованными, но вот не знающими, собственно, внутренней жизни церкви, и вот прежние мифы, и стереотипы повторяющие. Это, это еще немало времени должно, наверное, пройти, чтобы вот как-то это стало отходить действительно. Кизон Иислав, есть у нас телефонный звонок из Болгарии, Молдавии точнее. Здравствуйте. Добрый вечер. Как вас зовут? Иван. Очень приятно, Иван. Спасибо. Пожалуйста, задавайте вопросы. Очень приятно. Я хочу это узнать. Я только в 12-м году заболел инсультом, меня парализовало. И вот так лежал, только как-то нечаянно, ну, случайно нашел канал «Союз». И только почти каждый день его и смотрю. Хочу понять вот эту вот веру православную, как правильно молиться, чтобы Бог попустил мне, ну, помог немножко встать на ноги. Я в прошлом году ходил, но упал и поломал ногу стазобедренного сустава. Сейчас опять в постели и смотрю. И когда вот показывают, ну, говорят, за церковь, у меня аж мурашки бегают по мне, но я же не могу ходить. Я ходить вообще не могу. Очень хочу в церковь. И поинтересоваться, что делать, как все правильно, так, чтобы быть ближе к Богу, не... Спасибо большое. Да, спасибо. Ну, в Молдавии, да, живет молодой человек. Ну, конечно, вот, ничего просто так не происходит. И вот, как раз вот, телеканал «Союз», конкретный пример такого положительного воздействия, да, на человека, вот этого нашего телеканала, что вот он узнает о Боге, он... видно, что слышит, ну, что человек еще не пришел полностью, не воцерковился, и потому что ему физическая немощь мешает это сделать. Но вот он ищет Бога, душа его ищет истины, и... ищущий да обрящет, как сказал Господь. И блаженно чистые сердца моего небога увидят. Вот. И Господь знает, Господь знает вашу немощь, знает ваши недуги, и знает ваше желание стремиться к Нему. И Он это, конечно же, видит и одобряет, и благословляет. Вот, как говорит Светлян, за то, что Он и намерение целует, даже намерение человека здорового, который вот собирается благое дело совершить. А ваше намерение, конечно же, Господь приемлет. Вот. Ну, нужно узнать, постараться через знакомых, близких, родственников, где вот есть ближайшая церковь, какой там священник, постараться его пригласить, поговорить с ним. Вот. Я вот не понял, крещённый человек или нет. Если не крещённый, то попросить можно на дому покрестить немощного человека. Вот. И причащаться хотя бы иногда, пусть это нечасто будет, приглашать священника. Вот. Наверное, есть какие-то социальные службы, может быть, православные, которые возьмут опеку над этим человеком немощным, который вот желает окормления церковного. Ну, и, конечно, самое главное, вот его личное стремление к Богу, молитва. Мы знаем о том, что отцы-пустынники в древности, которые были удалены от жизни городской, далеко от храмов очень находились, что вот за свою святую праведную, аскетическую жизнь, они удостаивались причащения от самих ангелов Божьих. Вот такие случаи мы встречаем в житиях святых. Вот. И в данном случае, если человек хочет быть с Богом, не имеет такой возможности, вот, ну, никак, значит, вот, нет священия, нет труда, некого попросить, то Господь видит это и приемлет это желание. Вот. Нужно об этом всегда помнить, что наш любящий отец, если он попустил, почему-то такой болезни случится, значит, это нужно для спасения человека, значит, это приведет его, может, при правильном к этому отношении привести его к спасению без особых каких-то дел. То есть, каждому Господь дает свой крест. Кто-то должен трудиться много со здоровьем, с руками, с ногами, трудиться ради спасения, и, значит, помогать и ближним, и над собой трудиться много. Кому-то достаточно просто терпеть. Просто терпеть вот ту болезнь, ту немощь, которую Господь послал. И через это человек тоже сподобляет это Царство Небесное. Спасибо большое, отец Владислав, за ответ. У нас не так много времени осталось от программы, буквально две минутки. И вот по завершению, конечно, хотелось бы сказать о том, что очень много вопросов у меня лично возникло, которое я хотел бы задать. Надеюсь, что вы не откажетесь прийти к нам в гости еще на телеканал «Союзм». Может быть, чуть позже, конечно. Также предлагаю продолжить, может быть, эту же тему, поговорить о 20 веке. Ну, не конкретно хрущевских гонениях, но все-таки обширный очень период. Много богатые на события, много чего произошло в это время за небольшой промежуток времени, скажем, в истории российского государства. Несколько слов для наших зрителей. Хочется поздравить всех наших зрителей, братьев и сестер с праздником Вознесения Господня, который продолжается еще в эти дни, вплоть до праздника Святой Троицы, Пятидесятницы, сошествия Святого Духа, дня рождения Церкви, как мы его называем. Праздник приближается, воскресный день, мы все будем в храмах, будем молиться не с послания, не дарования нам благодати Духа Святого. Я всех вас поздравляю с этим наступающим праздником Святой Троицы, Святой Пятидесятницы. Храни вас все, Господь! Всех, Господи, Батюшка! Дорогие друзья, сегодня в гостях я рад был приветствовать Ирии Владислава Мусихина, настоятеля храма во имя всех святых на Северном Кладбище города Екатеринбурга, преподавателя Екатеринбургской духовной семинарии по предмету истории Русской Церкви XX века. На этом все, спасибо большое, что были вместе с нами. Русской Церкви